Мы прервали логику, остановив на определенном месте, и я залез в язык. Я залез в язык. Чтобы потом вернуться, уже на базе языка вернуться... ...к оставленной логике. Язык проходит в своем становлении три фазы. Первая фаза — логическая, где форма языка совпадает с формой логики. Форма логики — это субъектно-предикатное отношение. Открывается голос, если хотите открыть. Логическая форма — это субъектно-предикатная форма. Язык обязательно должен пройти эту стадию. Язык... В самой логике все равно, есть язык или нет языка. Субъектно-предикатное отношение мы можем строить и без языка. Поскольку мы мыслим формами, а не словами. Спинозе для того, чтобы сформулировать свою интуицию, что есть субстанция и у нее два атрибута протяжения и мышления, язык не нужен. Это мышление в чистых формах совершенно безразличное языку. Поэтому, если мы говорим о совпадении логики и языка, то логике все равно, что она совпадает с языком на язык. По-видимому, должен пройти эту стадию. Что означает эта стадия? Стадия означает, что высказывание мы различаем субъектно-предикат. Если речь идет о каком-то высказывании, например, девочка веселая, веселая девочка бежит, то у субъекта девочки два предиката, два свойства и дальнейшее деление в языке не происходит на этой стадии. На следующей стадии мы выделяем, членим слово. Мы членим слово. То есть мы выделяем ая, слово веселое. В общем, выделяем суффиксы, окончания, префиксы, кслексии, то бишь окончания. Для чего? Ради чего происходит членение? Девочка веселая, девочка бежит. Ая означает свойство, ит означает действие. В слове мы выделяем ту часть, которая сохраняет смысл предикации. Весел, бежит. Оначает, что у девочки есть предикат веселости и предикат бега. Сохраняется в слове часть, которая сохраняет смысл предикации. И возникает та часть, другая часть слова, которая, и это самое главное, которая определяет вид предикации. Потому что одно дело, предикация означает свойство веселое, а другой вид предикации бежит. Это два разных очевидных вида предикации. И разделение слова на части, на слоге, разделение слова на части, на слоге, означает, что мы тем самым различаем виды предикации. Мы выходим за пределы логики. Логика не различает виды предикации. А вопрос еще сразу же такой. А субъектом для девочки, которая бежит, выступает девочка или веселая девочка? Девочка. Все-таки девочка, думаете? Девочка, у которой два свойства. Она веселая и она бежит. А разве не так, что сначала девочка, которая веселая, а потом это уже веселая девочка, бежит? Ну, нет, не обязательно. Может, она сначала побежала, а потом развеселилась. Ну, по языку-то вроде бы веселая девочка бежит. А не бегущая девочка веселится. Нет, ну почему? Вот бежит веселая девочка. Ну, нет. За какой-то все равно. Просто Игорь имеет в виду, что веселая – это некоторое родное свойство девочки, да? А бежит – это как бы… Свойство бежит, да, это относится к веселой девочке, да. На стадии логики мы имеем только предикации. Веселая и бежит – это просто два разных предиката. В дальнейшем разделения они не подлежат, не определяются более конкретно. А на второй стадии языка, или просто на стадии языка, возникают виды предикации. Теперь у нас веселая и бежит не просто два предиката к девочке, а веселая – это предикат по свойству, а бежит – предикат по действию. Разумеется, можно предикат по падежу, предикат по числу, по роду. Всякая языковая категория существует для того, чтобы определить вид предикации. Суббойка, которая знает просто предикаты, а веселая девочка быстро бежит – быстро – это тоже вид предикации по степени и так далее. Девочка восхищается другой девочкой – это творительный падеж. Девочкой – кем-чем – это творительный падеж, в отличие, скажем, от дательного падежа. Когда девочка винит, то есть даёт девочке. Восхищается девочкой – даёт девочке. Ну и так далее. Языки категорий очень много, и все они существуют, мысли в этом заключаются, все они существуют для того, чтобы дифференцировать, чтобы логика у нас расцвела, знающая только предикацию, простую предикацию и одну единственную предикацию. Что логика расцвела, и получился огромное дифференцирование видов предикации. Поэтому, когда мы слово членим, например, «весёлая» – «бежит», посвящается девочкой и так далее, «бежит» – «быстро». Все эти «ид», «ая», «о» существуют для… Они являются признаками видов предикации. Все слоги, которые… Вот эти префиксы, суффиксы, флексии… служат для… Они являются признаками видов предикации. Продов предикации, типов предикации – всё равно. Признаки видов предикации. При этом что получается? Получается, что вид предикации не выражается в слове «весёлая» – «бежит», а существует. Без «ая» и «ид» у нас не получится различия видов предикации. Без «ая» и «ид» не получится различия видов предикации. Именно в «ая» и «ид» существует различие свойства и действия, а также поддержать числа рода и прочее. Мы не мыслим сначала различия, скажем, по свойству и по действию. А мы… А потом уже выражаем. Это не так. Самое интересное именно вот это. Делается не так, что мы сначала разделили на свойства. Так, это будет свойством, это будет действием. И давайте выразим. Тут будет «ая», нам нужно тут «ид». Нет, наоборот. Сначала мы различаем «ая» и «ид», а затем мы понимаем, что есть различия по свойствам и по действиям. Здесь без языка нельзя. Если простая предикация без языка обходится, язык просто её выражает для того, чтобы предать там другому и прочее. Вот эту мысль. То, начиная с дифференциации предикации, начиная с различения видов предикации, язык обязательен. Потому что только в языке существует различие видов предикации. Только через грамматические формы, языковые средства мы можем различить, выделить, различить разные виды, типы, способы предикации. Только через язык. И даже так дело обстоит, что сначала я различаю «ая» и «ид», то есть я даю себе отчёт, что «ая» — это свойство, а «ид» — это действие. А затем уже я понимаю, через это я понимаю, ну, логически, первее язык, нежели типы предикации. А по времени даже имеются они одновременно. Соображаю, что «ая» — это свойство, а «ид» — это действие, я тем самым и осознаю, что это действительно свойство весёлое, а «бежит» — это действительно действие. Иначе, чем язык, да? Такой вопрос. Можно же сказать, что девочка весёлая, а можно сказать, что девочка веселится. Типы предикации разные, а смысл вроде бы как один? Нет, предикации разные, но предикации и важны. Ну, смысл-то разные. У меня веселая девочка бежит. Только та девочка весёлая, которая веселится. Бегущая девочка веселится, ты хочешь сказать? Нет, я хочу сказать, что было как некого рода корень, да? «Весёлый», «веселый», «веселый», «корень» — один, а вид предикации разный. Так я и говорю, что в слове сохраняется часть, которая отвечает за предикацию и сохраняет смысл предикации, то есть первый этап становления языка, когда он неотличима от логики, его структура неотличима от логики. На втором этапе, когда возникают виды предикации, эта часть сохраняется. Корень или основа слова. Я не лезу в лингвистику, естественно. Ни хрена там не понимаю. Но какая-то часть слова сохраняет смысл простой предикативности. Девочка веселая — один предикат, девочка бежит — другой предикат. А вторая часть слова разводит предикации на типы, на виды, на роды. Тут свойства, тут бежит. А тут возвратность. Понятно, а тут дело, что девочка бежит, но это возвратность или невозвратность. Существует только вся. Она не существует до ся. Скорее ся существует. Сначала ся, а потом я соображаю разницу между бежит и бежит ся. То есть ввожу возвратность. Это вторая стадия. Вторую стадию можно назвать геометрической. Почему? Потому что... Здесь были, по-моему... Потому что я говорил, что в геометрии тоже есть признаки. Но эти признаки не... Например, отрезок покороче, а отрезок подлиннее. Та часть отрезка, на которую он длиннее, длинного отрезка, на которую он длиннее, является признаком, отличающим его от другого отрезка. Но если мы этот признак вынесем за пределы соотносящихся отрезков, то мы получим не признак, а просто третий отрезок. Просто третий отрезок. То есть нельзя... Признак-то есть, но он невыносим. Вот на второй стадии с языком происходит то же самое, что с геометрией, геометрическими фигурами. Даже если существовало только одно высказывание «Веселая девушка бежит» и больше вообще никаких высказываний не существовало, все равно мы можем ая-ид определить как признак свойства и признак действия. Поэтому возникает третий этап, когда мы понимаем, что ая-ид обладает всеобщностью, то есть выносимой за пределы конкретного этого высказывания. Ая всегда будет означать свойства, аид всегда будет означать действия. Хоть бежит, хоть смешит, хоть светит, хоть... ну, все что угодно. Так же, как и веселая, толстая, глупая, далекая звезда там блестит. Веселая девочка бежит. Все равно ая-ид означает... Просто мальчик бежит. Да. Далекая звезда блестит. Грустная вещь. Большая... Стоит. Большая птица... Сидит, точнее, да. Летит. Логического смысла, как вы видите, нет в высказываниях. Логического смысла нет. Потому что, в городе Бузина, в Киеве дядька, веселая звезда блестит, а... Далекая звезда блестит, а веселая девочка бежит — это бессмысленное выражение. Оно логически по смыслу бессмысленное, а по языку оно как раз имеет смысл, потому что и там, и там соотношение по свойству и по действию. Там и там, а я и... Поэтому вторая стадия была геометрическая, в том смысле, что было еще не выявлено то, что мы можем вычленить части слов, которые отвечают за виды предикации, являются предыками виды предикации. А на третьей стадии, на стадии, которую можно было бы назвать всеобщностью, мы это понимаем. И теперь для нас высказывание «далекая звезда блестит и веселая девочка бежит» является соотносимыми с точки зрения языковых средств. С точки зрения языковой формы они являются соотносимыми, и даже тождественными. Хотя по смыслу вообще ничего общего нету, между далекой звездой и веселой девочкой. В каком смысле всеобщностью? Обладает всеобщностью в том смысле, что... Обладает всеобщностью в том смысле, что... К какому бы слову «ае» ни прилипло, это слово станет свойством. И какому бы слову «ид» ни прилипло... Я не знаю, что «ае» висит в воздухе, независимо от слов, что это обозначает. Это, видимо, было бы преувеличением. Но прибавленное в составе любого слова «а» — это свойство, «это» — это действие, «ася» — это возвратность. Мы должны помнить, что язык полон исключений. Мы всегда это должны помнить. Но на самом деле никогда исключение не мешало. Все полно исключений. Любая наука полна исключений. Она никак не должна мешать давать определение языка. Итак, язык — это дифференциация и различение предикаций. Зачем слова делятся на слоги? Зачем слоги делятся на звуки? Затем, чтобы различить и дифференцировать предикации. Так, а окончание «а» у девочка — это же тоже как бы различение? Да, это род. Род. Существительный род. Эти категории в языке бездны. Я туда не лезу. А это женский род. Единственное число. С примером взяты. Продикации происходят в существа различные. Там понятно, что виды продикаций можно много применять. Наверное, есть наречия там. Ну да, корень, да. Какой он дев здесь один? По всей видимости, изначальный. Какой он изначальный дев? Да, наверное, да. А девочка или девочке там девочкой восхищаюсь. Да, и девочки, число. Дев, девочка маленькая, дев. Она еще «а». То есть все женского рода. Я стараюсь поменьше лезть в детали, но, в принципе, одна часть слова сохраняет предикацию, вторая часть слова дифференцирует предикацию. Вы просто существенное, что язык прибавляет нечто, что логика не может отобразить, она зафиксировать это не может? Почему? Своими средствами. Почему? Ну так вот, в этом, собственно, и состоит главная мысль, что язык, как бы, есть расширение логики. Потому что без «ае»… За счет включения структуры категории, что ли? Значит, включение структуры предикации. А это через категории же происходит или нет? Нет, через логические формы. А почему это не категории? Ну, давайте назовем их категориями. Но они тождественны логическим формам. Как я уже сказал, без «ае» и «ид» мы не сможем различить два вида предикации по свойству и по действию. И даже так, что сначала мы все-таки осознаем «ае» и «ид», особенно на третьей стадии, когда признаки существуют, как бы отдельно существуют. Ну, и по месту, и по времени можно различать тогда, и как-нибудь там еще. Нет? Нет, это живет только в грамматических формах, только в языке. То есть в виде предикации, да, это различается? А еще что мы можем различить в этом? Какая-то структура над языком, настраивающаяся, есть такая, как язык настраивается над логикой? Нет, я дальше не знаю. Ну, язык-то вроде предельный, это такая, или некая. Слушай, что-то дальше уже куда надо идти? Нет, может быть, есть что-нибудь такое? Особенно, если вы считаете, что это естественный язык, который опирается в сейскоскопе. Я не вижу больше ничего, что могло бы расцветить язык так же, как язык расцвечивает логику. Уже больше там, по мне, это больше ничего. Мы говорили о метафоре тоже, потому что метафора тоже не передается логическими средствами. В логике это просто ошибка или, там, монсенс. А в языке это вполне удерживается и понятно вообще. Как и гиперба. Как язык члениться? Мы попытались понять, как, что значит члениться, зачем язык члениться. Вопрос, теперь, дальнейший вопрос в том, как язык члениться. Язык члениться следующим образом. Ну, ладно, я даю. Есть уровни в языке. Слова делятся на морфемы, морфемы делятся, то есть на слоги, а морфемы делятся на фонемы, то есть звуки. Так вот, чтобы различить, чтобы различить звуки, мы должны, точнее говоря, они должны, звуки, различать слоги. Я ни за что не услышу, понимаете, не услышу разницы между А и Е, если я не различаю МА и МЕ. Сначала я различаю МА и МЕ логические, и только вследствие этого я различаю А и Е. Если я, еще раз просто повторю, если я не различаю МА, МЕ, то я не различаю А и Е. Я просто не услышу реализм между этими двумя звуками. По сравнению с УНЕ не несут никакого смысла. То есть порядок обратный. Не так, как хотелось бы, от простого формы, а наоборот от сложного простого. И точно так же слоги. Я могу различить слог МА и МЕ, только если я различаю МА, МА и МА, МЕ. МА, МА. То есть сначала я различаю МА, МА и МА, МЕ, а затем я различаю МА и МЕ, а затем я различаю А и Е. Просто расслышиваю. Расслушиваю. То есть движение идет не от, как обычно думают, и, наверное, все это думают, а сначала звуки, звуки складываются в слоги, в слоги складываются в слова. А на самом деле наоборот, ровно наоборот. Сначала от слов мы переходим к слогам. Что такое слоги? Это отношение слов. Что такое звуки? Это отношение, они иначе не существуют, как звуки. Они иначе не существуют, как звуки. Звуки – это отношение словов, слоги – отношение слов, иначе они не существуют, как слоги. Поэтому сначала слова, потом слоги, потом звуки. Сначала слово «форма» говоря более научным языком, затем «морфемы», а затем «фанемы». Сначала «мама», потом «ма», а потом «а». Причем не «так», а именно «мама» маме, потому что, еще раз, звуки — это отношения, это не части, заметьте себе, звуки — это не части слогов, а отношения слогов. Только различаю «ма», а «ме», я постольку различаю «а» и «е». Точно так же слоги не части слов. Если они были части слов, то могут быть снизу вверх, как все и думают. Звуки складываются в слоги, слоги складываются в слова. Но слоги не части слов, а отношения слов. Мы различаем, еще раз, «ма» и «ме», только постольку, поскольку мы различаем «ма», «ма» и «ма», «ме». Мы точно так же слова. Мы различаем слова «ма», «ма» и «ма», «ме», только если они, это отношение «ма», 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 «ме» различают фразы, предложения. Мама сказала мне, я сказал маме. Лишь поскольку я различаю два этих высказывания, я могу прослушать словоформу «мама» и «маме». И дальше вниз опять «маме» и «ае». Минимум три. Я назвал четыре уровня, но минимум три уровня существует. То есть, чтобы различить слова, нужно различить слоги, точнее наоборот, чтобы различить слоги, нужно различить слова. А чтобы была разница между слогами, необходимо различать зубки. То есть минимум три уровня. Если мы говорим, что язык уровневая система, то надо заметить, что минимум три уровня. Хотя в общем может быть, а дальше может быть три и больше. Но не меньше трех. Ну тут та же логика контекстуальная, да, как что у нас была, когда мы говорили о свойствах вещей. То есть везде всегда все существует только в контексте чего-то другого. Итак, язык уровневая теория, минимум трехуровневая теория. И если говорить о различении слов, слогов и звуков, то движение происходит сверху вниз. Сверху вниз. Почему-то это, почему-то для этого важно. То есть получается, чем примитивнее язык, тем он сложнее. Не выловил. Тем он менее расчлененный. Чем примитивнее? Да. Тут как-то сложнее, потому что языки же есть аналитические, синтетические. Китайский язык, он вообще один и ролев означает, там, черт вступит, целое предложение. Я в это не лезу, потому что не могу. Было бы интересно, наверное, поговорить с... Ну вот я уже говорил, единственный филолог, с кем я мог поговорить и с кем говорил, это Семеновский, так он помер. Вот, а больше мне не с кем поговорить больше. Я почти уверен, что сразу я наткнусь на, знаешь, сходу, слет, и любой филолог мне начнет приводить исключение. Ну, есть такое, да. Да, да, я просто знаю... Искушение показать, какой он умный, да. Да, вот, к сожалению, это так, я боюсь, что мне не с кем... Ну, это с кем поговорить теперь. Вот. Итак, значит, язык существует для... Что-то мы три или четыре занятия это делали, я взял за полчаса и все рассказал. Так, подождите, то есть я попал на все-таки сложного, простого языка. Ну, вот, в самом деле, у нас ведь если есть язык какой-то такой начальной стадии, то действительно, если мы начинаем стартовать с отдельных слов, а из него потом получается времена, чего-либо еще, то его низкая дифференциация требует описания его структуры с большим количеством понятий. Поэтому получается, что там в простых языках 30 падежей, 50 времен, ну, как он там описывает какой-нибудь Табасабарский, какой-нибудь из языков, включенных в книгу рекорда Гиннесса. То есть что это тогда? Тогда благодаря этому факту можно объяснить ту странную концепцию, по которой говорят, что языки за время своего развития упрощаются структурно и... А что это сейчас вы говорите? Что там перед этим? Тридцать, на самом деле. А чего тридцать? Тридцать времен в Табасабарском. Тридцать порядка. И что-то там порядка двадцати, более двадцати падежей. Это язык, на котором говорят порядка ста тысяч человек в Дагестане. И он включен в никакой коробке Гиннесса, как самый сложный язык. Такой вот это, такая мечта, Табасабарский. А в чем же его примитивность? А? А примитивность, в чем его? В том, в примитивность, потому что это язык изолят, по всей видимости. Он давно существует в таком состоянии. Он принадлежит малому этносу, при всем при этом. Вряд ли на нем существуют какие-то великие философские трактаты или великая полезия. Я об этом сильно сомневаюсь. Но это не менее. А мне кажется, такой язык просто как бы, на самом деле, еще не обработан логикой. Да, не обработан. То есть вторичная, видимо, обработка, когда логика вторгается. Да я не думаю, что логика именно вторгается. Я думаю, что это происходит по развитию самого языка. Я думаю, что язык, как ни странно, со временем, в связи, в смысле, упрощается. Он становится как бы более структурно оформленным. И в этом смысле у него, с одной стороны, количество слов в нем возрастает, а с другой стороны, способ их оперирования с ними, по всей видимости, уменьшается. Становится меньше времен, меньше падежей. И вторая версия, как логика возникла. Слово «логус» вообще говоря, слово же. Может быть, возможно, что сначала циркулирует язык, а потом из языка, как некого рода внутреннее, некая структура, выделяется собственная логика. То есть логика – это как бы есть своего рода квинтэссенция языка, как какая-то внутренняя его структура. Наиболее упрощенная и стандартная такая, инвариантная. То есть обратная. То есть сначала язык, всегда язык сначала, а потом логик. Да, может быть, может быть. Но это тем не менее, вот тогда получается, что это так, что на самом деле, чем язык является более продвинутым, то есть, тем структурой проще. Вот так получается. Потому что проще эта логика инвариантна, она заставляет в однородных структурах создавать однородные формы. Да, в этом смысле было бы очень интересно посмотреть на языки близнецов, кто их знает. Это когда близнецы создают, собственно, язык из своего внутреннего общения. Было бы на него интересно посмотреть, как они делают. У них есть большое подозрение, что там времена и всякие прочие вещи, они вообще не дифференцированы. А вместо этого они сразу же это слово целиком, бац, и все. Может быть, может быть, да. Но, понимаете, где нет дифференциации языковой, чисто языковой, там язык возвращается в ситуацию субъектно-предикатную. Как только исчезать дифференцирован. Например, в русском языке нет различия на положение, состояние и действие. Грамматически нет различия. Смысловое различие есть, а грамматического различия нет. Потому что, скажем, молчит или горит – это состояние. Лежит, там сидит – это положение. Бежит – это действие. А в русском языке все действие. Хоть горит, хоть молчит, хоть бежит, хоть сидит, хоть лежит. И поскольку в языке нет разницы, а мы имеем эти смыслы, что-то они есть и смыслы, одно дело – состояние. Но эта дифференциация смыслов не подкреплена языковым образом. А поскольку она не подкреплена, все это – горит, молчит, сидит, бежит – оказывается сразу свойством простой предикации. Так это так, как в русском языке? Если язык не предполагает, то само различие это остается. Я понимаю про себя, что молчит – это одно, это состояние человека, а бежит – это действие, а лежит – это положение. Но неподкрепленные языком это различие превращается просто в разные свойства. Вот этот, во-первых, он молчит, во-вторых, он лежит, а в-третьих, он кричит. Да, кричит. Свойства, положения и действия – языки не различены, и они превращаются просто в простую предикацию. Что лишний раз подтверждает, что различия типов предикации существуют только в языке и через язык, и никак иначе. Просто можем делать все, что угодно, мы сразу возвращаемся в структуру, различения какие угодно можем давать, но они останутся все различием одной и той же предикации. То есть содержательным, а не формальным различиям. Да, вот он и кричит, и лежит, и горит. Но это же, тем не менее, подразумевается. То есть мы, быть может, в языковой форме мы это не делаем, а сами мы это различие понимаем. Мы же понимаем это различие. Да, но понимаем его как просто различие предикации. Может, это будет тогда надо языковая определенного рода структура? Что мы то и то, то и то и понимаем. Она просто логическая. Я навешиваю предикаты. Ну, понятно, но мы же понимаем разницу между кричит и лежит. Сами по себе. Мы же понимаем, что это разные предикаты. Вот это получается другая структура, она надо языковая тогда. Она же не логическая. Если бы она была чисто логическая, она была все равно что лежит, то что кричит. А так-то мы их различаем. Вроде. А вроде нет. Потому что это просто разные предикаты. Поскольку не подкреплено языковой формат. Нет, сами по себе мы понимаем, она языковая-то точно не подкреплена, языковая не подкреплена. Она и логически по сути не подкреплена, но в другом деле, что мы разницу между ними видим. Вот я и говорю, что может быть это вот надо. Надо уже формирование некой надо языковой структуры. Надо подумать. То есть мы как бы из языковых форм выходим в чисто форму мыслей. Мы мысленно понимаем, что это вещи разные, но с другой стороны, в языковой форме это никак не проявлено. Точно так же языков... Мысленно это значит логически мы понимаем. Да нет, мысленно это мысленно. Это не логически. Не обязательно. А логически мы тоже понимали, что девочка бежит, что она веселая. Это как бы одно и то же. С логической точки зрения. А мы же, язык-то нам, как говорит один философ, правдивее. Нет, просто как раз так, благодаря этому философу, логику, язык-то как раз и логика равномышлению. То есть вся структура мышления, это согласно логику и есть логика. Структура. Но не с содержательной точки зрения. Структура. Ну и содержательность. Как возможно, что язык... Есть некая содержательность. Что и языковая структура, тоже, она, грубо говоря, присущая мышлению, но мышление выходит за рамки языковой структуры и логической структуры. Но есть нечто большее, чем логика языка. Нет, но мышление у Гегеля равно логике. Ну у него логика такая. У него логика содержания. Да, она не предикативная у него. Не субъектно предикативная. У него другая логика. Вот, вот этот вопрос очень интересный. И тут сразу же, что это тогда следующий вопрос. Собственно, поэтической речи. А чем поэтическая речь, тогда отличается, например, от обычной речи? А еще вытекает этот вопрос? Ну, сам из того, что мы разначили работать с внутренними формами вещей, похоже, что поэзия с ними работает как-то специфически, то этот вопрос и возникает. Ну, здесь действительно работает, если поэзия умеет развить себя в состоянии. Ну да, все, 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 тяжесть и нежность одинаковы у вашей приметы. Медуницы и осы тяжелую розу сосут. Человек умирает, песок остается согретый, и вчерашнее солнце на черных носилках несут. Ведь тоже же здесь происходит работа же с этим. Как-то иначе работает с этим. С именно внутренней формой здесь вот, ну, как сравнение, сестры, тяжесть и нежность, тяжесть и нежность, разные же, да? Мы понимаем, наверное, понимаем, что одно и то же. Сестры. Ну, это надо думать. Одинаковы ваши приметы? Действительно одинаковы ваши приметы? Как с этим быть? Просто, может, поэзия уже в этой содержательности где-то и начинается. Мы же знаем, что поэзия – это не рифма и не гипербола, и не метафора. Ну, что-то другое. Ну, вот мы, моя цель сегодня – догнать Никитус, до наших высот, достигнутых без них. Вот. Мы еще поработали с метафорой. Язык проходит еще четвертую стадию, мы удерили три. Логическая, геометрическая, условно говоря, всеобщая. И, наконец, метафора. Ну, вы говорите, что такое метафора? Девочка летит. Метафора. Причем, речь идет не о том, что девочка бежит так же легко и стремительно, как птица летит. Отнюдь не об этом. Это было бы сравнение свойств. Это было бы просто сравнением свойств. И никакой метафоры здесь нет. А что тогда имеется в виду? Имеется в виду, что девочка летит точно, как она именно летит. То есть, она не по девичьи летит, а по птичьи летит. То есть, девочка остается девочкой, но летит она как самолет. как птица или самолет или как камень. Как камень, да. Да. Девочка остается девочкой, в этом смысле метафора, о котором, кстати, никто не догадывается, потому что я прыгнул чуть-чуть в литературу. Как метафора, так сравнение. А нет, сравнение. Девочка остается девочкой. Она ни на каплю не становится птицей. Но девочка летит как птица. То есть, не как птица, а именно как птица. Я не знаю, как это выразить. То есть, девочка остается девочкой, птица остается птицей, но летят они одинаково. Поэтому здесь есть различие в метафоре, есть отождествление, но нет сравнения. А кто бы ни говорил о метафоре, это всегда первое слово сравнения. А его нет. Девочка по птиче летит. оставаясь совершенно девочкой, а не птицей. Тоже гипербола, та же метафора, или это еще метафора, я не очень, когда человек говорит, ну, слон. Это не, что утверждается? Утверждается не то, что человек стал слоном. Человек остался человеком совершенно, а слон остался слоном. Но человек по размерам не то, чтобы похож на слона, а он равен слон. Метафора содержит утверждение, что человек оставаясь человеком размерами ровно слон. В этом смысл метафора. нет метафора сравнения, а есть различия и отрождествления по свойству. Теперь вы скажете... Летит безотносительно, что может лететь, птица может лететь или что-либо еще. Есть некого рода смысл, да, самоценный. Летит. Нет, 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 именно как птица. Как самолет летит, камень летит. наша метафора девочка летит, как птица. Я, наверное, плохо примет девочка летит. Я хотел сказать, девочка летит, как птица. А если девочка хватит с небоскреба, она летит, как камень? Это будет другая метафора, которая разнообразит бег девочки. Исходная девочка. Всего девочка летит с небоскребой, да. Одно дело девочка... Не, ну просто одно метафора. Вот когда девочка летит с небоскреба, это метафора или нет? Или она просто уже летит? А где тут метафора? Не надо смеяться на бедной девочке. Какая-то... Я думаю, что иногда летит эта метафора, а иногда нет. Вот надо различать же это. Надо. Когда девочка летит... А когда она летит, как птица, говорят о бегающей девочке, потому что, как Игорь Завец резко заметил, девочки летать не умеют. Все. Вот. Поэтому по бегущей девочке говорим, что она летит. Имеется в виду, что девочка, оставаясь с девочкой и ничуть не превращаясь в птицу, летит именно по птичьей. А время летит? Ну... А время летит? А разве классическое понимание метафоры равно не такое? Девочка остается как девочка, но мы сравниваем с птицей, потому что она летит. Почти что-то. Бежит, как летит. Мы не сравниваем. Нет сравнения в логической форме и в грамматической форме, кстати, Нет сравнения. Есть отразделения и различия. Никого ни с кем не сравнивают. Слово как она может означать что угодно. То есть девочка остается девочкой? Да, девочка остается девочкой. Птица остается птицей. А летит и та, и другая? Одинаково летят. Причем девочка летит по птичьей. А время летит по-другому? Ну, здесь тоже нет сравнения. Нет метафоры. Если время, ну, евреи вообще такой субъект, знаете. Нет, я к тому, что может быть понимается быстрое движение. Может быть, есть сравнение, когда подлетит, понимается быстрое движение, есть когда летит, как буквально летит. Должны сравниваться субъекты. Для метафоры должны сравниваться субъекты. Девочка бежит, птица летит. Мы утверждаем, что девочка летит, как птица. Тем самым мы отождествляем движение девочки и птиц. Отождествляем именно. Мы отождествляем и полностью различаем девочкой с девочкой, птица с птицей. Но летят они одинаково. И когда человек слон, человек человеком, слон слоном, но человек не похож размерами на слона, когда говорят, как, понимаете, именно так, сравнение. Похож, метафора это другое, это утверждение, что человек равен слону по размеру. Тогда появляется метафора. И никакого сравнения нет еще раз. И только отождествление свойства. в первом случае действия, во втором случае размер. В этом, как я представляю себе смысл, смысл метафоры. Как она возникает в языке? Как метафора возникает в языке? Как вообще типы предикации в языке возникает? Сначала мы соотносим ая, ит, а затем и вследствие этого возникает различие по свойству и по действию. Причем, заметьте, какого рода языковые средства мы используем. первое отношение ая, ит. Закавычины ая, чере, ит. У меня теперь есть доска, но я уже как-то отвык. Что же на ней писать? Я вообще на ней писать можно. Это одно языковое средство, которое различает типы предикации. Из него вытекает другое языковое средство. Ит, запятая, ит. Почему запятая? Потому что бежит, смешит, свистит. Сначала мы бежит, выделяем ит, затем свистит, выделяем ит, затем смешит, выделяем ит, а потом говорим ага, и то, другое, и третье действие. То есть нет ситуации ая, ит через тире. То есть ит-ит этой ситуации нет. Есть ит, запятая, ит, запятая, ит. Соответственно, ая, запятая, ая, ая, веселая, далекая, глупая и так далее. сначала языковая форма ая, тереид, затем различие китов предикации. Сначала языковая форма ит, запятая, ит, запятая, ит, запятая, а затем отразительствление по типу предикации. ит, запятая, ит действие, ая, запятая, ая, свойство. А чтобы возникла метафора, мы должны сначала выделить языковую форму ит-тире, ну, если в нашем случае девочки любите, как птица, ит-тире ит. То есть тот тип языковой формы, который до сих пор мы не использовали. здесь не запятая, а тире. То есть отношения. Отношения, да. Девочка летит, птица летит. И тиреид дает нам отождествление по свойству, то есть метафору. Поэтому метафора возникает только через языковые средства. Как логическая форма она бессмысленна, а через язык, она возникает и существует. В том смысле, о котором я говорю. Отождествление по действию или по свойству, или почему-то еще. Пока мы удерживаем, что это отождествление по действию, мы мыслим метафору. Пока мы удерживаем, что это отождествление по свойству, мы удерживаем метафору. Если мы уберем понимание, что это решение именно под действием, не по свойствам, то тем самым исчезает эта метафора. Между прочим, я нашел доказательство этого своего взгляда на метафору. Это развернутая метафора. Когда Гомер описывает ахейцев, их поход, он говорит, ахейцы как птицы. И дальше две страницы описания птиц. Птиц как птиц. Когда Горь говорит, что чиновники как мухи, у него полстраницы, дальше описание того, как мухи. Мух. Мух. Почему? Почему? Потому что девочка не похожа на птицу летит, а на птицей летит. И человек не похож размерами на слона, а он равен размерами слону. Если бы это было иначе, была бы невозможна, совершенно исключена, развернутая метафора. Именно потому, что это именно так, что человек именно равен размерами слону. Можно сказать человек как слон, дальше перейти к трехстраничному описанию жизни слонов. Движение всего прочего. Иначе было бы невозможно. А там сравнение тогда возможно? Что с тобой такое сравнение? У нас получается, что, что бы мы ни сказали, все является метафорой. Что-что? Ну, как бы надо тогда отделить сравнение от метафоры. А что тогда сравнение? Надо привести пример сравнения. Не получается ли так, что все тогда станет метафорой? Нет, по-моему, нет. Есть не метафорические утверждения, девочка бежит. А может быть скрыто. Девочка летит, да? Это же может быть метафора, а может быть не метафора. Зависит от ситуации. Ну, это да, это правда. Человек является слоном, это может быть метафора, а может быть не метафора. Он оделся в слона, и он слон. Ну, и что вы хотите посказать? Нет, я хочу сказать, что, может быть, язык как бы и не может выразить, что хочешь сказать. Надо обязательно, чтобы ситуация подыграла. Чтобы смысл как бы был явен из ситуации. Ну, это да, это правда. То есть, когда вы понимаете ситуацию, метафор, а становится метафорой в контексте? Контекста никто не отменял, это бесспорная вещь. Совершенно. Тут нечего возразить. То есть, это сравнение, это когда прямой смысл, да? То есть, один слон больше другой. Это сравнение. Это сравнение по свойству, да. Девочка бежит так же легко и стремительно, как птица летит. Никакой метафоры. Простое утверждение. Правильно. Да. Простой сравнение. Дальше, девочка бежит, типа, быстро. А обычно медленно люди ходят, а девочка вот тут быстро бежит. Да, да, да. Девочка несется, как пароход. Или паровоз. То есть, пыхти. Пух-пух-пух. Ну, не важно. Важно за что. Нефти важно, да. Чуть-чуть быстрее, чуть-чуть оригинальнее и прочее. А в метафоре его должен быть заложено вот это вот этажеское. Но она хотя бы должна отличаться от сравнения, правильно? А не просто быть видом сравнения. Да. И еще мы заканчиваем. Я все проговорил, кажется, что мы там два лица занятия последних делали. Но, по крайней мере, все главное. Звук превращается в язык через осознание, ну, это как бы в режиме. Звук, простой звук превращается в язык только через языковую форму. Например, этот штук может остаться штуком, языковым, во всем море. Но может стать языком, если придать ему наклонение. В данном случае повелительное наклонение. Если в контекст поместить, как мы говорим сейчас. Да. Можно просто ударить, а можно в контексте сказать это. Ну, контекст, это не контекст, а текст. Контекст это немножко другое. Слово существует в контексте, но мы ему даем ее, это одно. А другое, что слово само является языковой формой. В данном случае наклонение, повелительное наклонение. А так вот будет удивительное наклонение. Так это будет вопрос, а так это будет утверждение. Либо это остается звуком, короче говоря, либо это становится языком через осознание языковой формы, то есть вида предикации. Предикация, в частности, может быть и по наклонению. Одно дело – сослагательное наклонение, другое дело – привилительное. Вне языка что-то есть. Остается. И язык все поглощает, все превращает в текст. Нет, почему это? Потому что это звуком просто. Он может стать языком только… Слово звук так сказали и сразу поместили его в язык. Это может быть просто предикация. Он стучит… Нет, ну раз уже в язык, то все. Стучит – значит действие. А, нет свойства. Уже все. Уже раз язык появился… Может быть получается так, что все, что существует вне языка, оно просто как бы существует тем способом, что не может быть выражено. А то, что выражается уже в языке и становится языком. Да, да, совершенно верно. Ты как появился, то уже все произошло. Мяуканье кошки тоже мы можем рассматривать просто как мяуканье, как сигнал там, еще что-нибудь. А можно рассматривать, если мы как бы очеловечим кошку? То есть мы… Она просит человека. Да, да. Вот она просит. Вот она требует. Или жалуется. Наклонение, да. Или жалуется в смысле действия. Только придав ему смысл действия, мы понимаем, что она жалуется, а не наоборот. Сначала языковую форму, а затем мы говорим, что кошка вот жалуется. А здесь и глагол, и действие, и возвратность, и чертовступие. И через это… Одно дело жалеет, а другое жалеет себя, то есть жалуется. Здесь смысл сама себя жалеет, смысл возвратности. Здесь много чего тут есть. Но все это понимается через форму языка. Сначала форма языка, а затем уже все эти мяуканье смешное становятся языком. То есть олицетворением. Получается ли тогда, что в формах языка мышление тождественное тогда все-таки языку? Что оно не может мыслить без языка здесь? С появлением языка мысль тождественное языку. В логическом смысле она так и остается от языка отвлеченной. Но когда те формы, которые добавляет язык, в этих формах язык получает тождественное мышление? Да, совершенно. В этих формах. И виды предикации. По-моему, я выразил то, что хотел выразить. Виды предикации. Как виды предикации? Это существует только через язык. Сначала развлечение их в языке, а затем уже их развлечение. Не, просто продолжая мысли Игоря про поэзию, тогда получается поэзия это какое-то особое мышление. Новое, метафорическое. Но если как бы с появлением языка мышление обогащается каким-то новым. Не только логикой, а чем-то еще. Какими-то новыми формами. Получается, что поэзия это как бы у некоторого рода мышление какое-то иное. Не логическое. Там и логическое тоже остается, естественно, никуда оно не девается. Но как бы вот есть некого рода прибавка существенная, которая не ухватывается логически. Все, на сегодня спасибо. Теперь все-все-все-все догнали. Наша задача вернуться к логике и понять, как язык укладывается в нашу общую логическое построение. . Да, но я понимаю, как Гегеля переработали? Я понимаю. Проглотили Гегеля, просто сказав, что все это языковые игры. Ничего этого нет. Ну, это на их слове. Нет, ну на самом деле, если так вот резюмировать, что они сделали, да? Что к классическим метафизикам есть не что иное, это никакого рода, определенного рода языковая игра. Потому что предъявить эту реальность невозможно, кроме как языки. И все.